МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. С главными событиями вторника вас познакомят наши корреспонденты. Добро пожаловать домой. Два новых региона России. Республика Крым и Севастополь восстанавливают прежние связи. На международном инвестиционном форуме в Сочи Чувашия заключила с обоими соглашение о сотрудничестве. Правительство Крыма на международном инвестиционном форуме в Сочи представляло исполняющие обязанности главы Сергей Аксенов. Сегодня все субъекты России готовы к сотрудничеству с вновь обретенными собратьями. Одними из первых документы подписали Чувашия, Северная Осетия, Алания, Карачаево-Черкесия и Сахалинская область. Условия соглашения устраивают всех. Речь идет о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. Собственно, оно никогда и не прекращалось. Однако теперь появились куда более широкие возможности. Отдельное соглашение подписано с городом, имеющим особый статус – Севастополем. Председатель севастопольского правительства Сергей Миняйло отметил, что мы никогда не теряли духовной связи с Россией. Что дает это соглашение? Это соглашение, первое, дает то, что мы ближе становимся к тем людям, которые 23 года помогали Севастополю и Крыму. Второе – это дает нам возможность выйти, интегрироваться, как сейчас можно говорить, в экономическое поле, в информационное поле, в законодательное поле. Мы обмениваемся к теме, воспринимаем и впитываем опыт, тот, который есть в других субъектах. Очень много вооруженцев Чувашской республики избрали в свои молодые годы путь служения Отечеству. И много очень офицеров, которые по сей день там служат, создали семьи. Когда несколько месяцев назад они приезжали к нам, со слезами на глазах, рассказывали, как сложно и тяжело. Сейчас приезжают, улыбаются, настроение другое, поэтому все сделаем готово, чтобы наши молодые люди, наши дети, наши ветераны ощущали комфорт. На Международном инвестиционном форуме в Сочи работали одновременно десятки различных площадок. На одной из них сразу два вице-премьера российского правительства провели панельную дискуссию на тему «Как выполнить все обязательства и добиться успеха». Речь шла об эффективности работы в социальной сфере. За что Чувашия получила премию Всероссийского конкурса? Об этом в нашем сюжете. Саму дискуссию и конкурс посвятили памяти недавно ушедшего Александра Поченка, человека, который всю жизнь разрабатывал и реализовывал социальную политику в Новой России. Мы многое сделали для того, чтобы сегодня нам было легче заниматься этим вопросом. Мы сейчас уже знаем, как решать все или иные проблемы. И та команда, которая работала над этим темой еще в 90-е годы, в начале первого десятилетия 21 века, для этого действительно заложила серьезную основу. Александр Поченок раз и навсегда объяснил своим коллегам и последователям, мало просто делать добро. Необходимо, чтобы оно доходило до конкретного адресата и приносило конкретный результат. Именно такие проекты участвовали во Всероссийском конкурсе социальных программ регионов. И то, что сегодня мы вручаем премию его имени, я думаю, что это особая ответственность для каждого из тех, кто сегодня эту премию получит. Поэтому я уверена, что получают ее сегодня самые сильные проекты. Но я надеюсь, что вслед за ними выстроится еще целый ряд проектов. Чувашия, участвовавшая в конкурсе, получила диплом победителя в номинации «Человечность» за проект «Ликотека территории игры», который всего за два года принес участникам столько пользы и положительных эмоций, что его решили сделать постоянно действующим. Елена Гальперин, Александр Петров, Республика, Сочи. За два года в проект «Ликотека территории игры» вовлечено более 800 детей с отклонениями в развитии, более 52 волонтеров, обучено более 700 родителей. Этот опыт используют практически все социальные учреждения Республики, обслуживающие детей. Что же такого уникального и интересного в проекте, узнали мои коллеги, побывав в обучающем центре. Для создания осеннего шедевра нужны кисть, палитра красок, кленовые листья и заботливые руки мамы. Помочь не только малышу, но и его родителям – основная цель проекта. Игра, как основной метод ликотеки, является для ребенка самым естественным видом деятельности. В игре малыш чувствует себя безопасно. Он получает ценный опыт общения с другими детьми, которые отсутствуют в повседневной жизни. Ограничение возможностей у ребенка по медицинским показаниям – это не ограничение возможностей в игровой деятельности. Через игру ребенок познает много, у него развивается мышление, память развивается. То здесь у нас дети, они и танцуют, и поют. Даже те, которые вообще плохо двигаются, они начинают, они друг на друга смотрят. Вообще, обстановка очень благоприятная такая для развития их возможностей. Настя работает учителем рисования в художественной школе. Уроки изобразительного искусства дети посещают вечером, после школьных занятий. В свободное от работы время девушка проводит мастер-классы для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Мне очень нравятся результаты, у детей всегда что-то неожиданное. Кто-то, например, не по порядку сделал вести в разном направлении, получилось новое какое-то дерево. Поэтому это прекрасно, что они могут свою фантазию проявить через творчество. Помимо рисования, участники проекта занимаются лепкой, танцами и чтением. Сказкотерапия – особый метод, который используется в работе с отстающими детьми. Удачно подобранная сказка с последующим ее обсуждением для ребенка значит столько же, сколько психологическая консультация для взрослого, подчеркивают психологи. Мы очень рады, потому что такой центр и есть. Если дети рады, то и мы рады, конечно. Примечательно, что в игровой комнате нет различий между детьми. Тип нарушения развития не имеет никакого значения. Взрослые и дети, педагоги и медики общаются на равных. Никто здесь не говорит о диагнозах и методах лечения. Успешность социального проекта, который помог уже нескольким сотням семей, возможно именно в этом. Дарина Игнатьева, Александр Петров, Республика. Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев провел заседание межведомственной комиссии, на котором обсуждались вопросы эффективности контрольно-надзорной деятельности в отношении органов местного самоуправления в Чувашской Республике. Контроль ради контроля. Вот одна из самых главных ошибок надзорной деятельности. Контроль не может тормозить работу муниципалитетов, а штрафные санкции должны быть адекватным нарушением, заметил глава Чувашии. Он также напомнил о необходимости усилить межведомственное взаимодействие в вопросах использования земель. В сфере земельных отношений очень много вопросов и нарушений. В частности, в вопросах, которые касаются вовлечения в сельхозяйственный образ земель в сельхозяйственное назначение, сокращение необрабатываемых земель, хотя определенная работа с семенами проводится, но еще недостаточно. Необходимо повысить качество подготовки материалов о нарушениях земельного законодательства, направляемых в надзорные органы. В целях привлечения виновных лиц к административной ответственности. Исполнительный директор Совета муниципальных образований Чувашии Станислав Николаев отметил, что в целом взаимоотношения контрольно-надзорных органов и органов местного самоуправления носят конструктивный характер, и это позволяет оперативно устранять имеющиеся в работе недостатки. Однако до идеала еще далеко. В первом полугодии 2014 года у нас общее количество проверок выросло. Причем тенденция такая. Значит, если 690 проверок, по квартальному у нас оно увеличивается. В первом квартале, например, меньше было количество проверок, то во втором квартале почему-то у нас рост идет. Как обычно, зашла речь и о нарушениях, связанных с проведением конкурсов на размещение муниципального заказа. Казалось бы, столько об этом говорят, однако одни и те же грабли попадаются то здесь, то там. Глава республики напомнил, органы власти должны в первую очередь руководствоваться интересами граждан, предприниматели же о себе позаботятся сами. Подрядчиков, срывающих сроки строительства социальных объектов, а также тех, кто оказывает некачественные услуги при подготовке кадастровых планов, необходимо вносить в реестр недобросовестных поставщиков. Елена Гальперина, Регина Кубайкина, Евгений Анисимов, Республика. Все еще решается дальнейшая судьба жильцов аварийного дома по улице Петрова. Вопросы от пострадавших продолжают поступать. Представители администрации города встретились с жильцами, чтобы поделиться текущей информацией. Экспертная комиссия Федерального центра науки и высоких технологий вынесла заключение. Дом номер 9 по улице Петрова не пригоден для проживания. Уже на этой неделе планируется начать разбор первого подъезда. После будут решать, сносить весь дом или реконструировать его. В любом случае, вещи собственников нужно вывозить. Мы определили ответственных работников, которые ежедневно дежурят возле дома номер 9 по вывозу имущества собственников с этого дома. Для этого ежедневно работают от 4 до 7 автомобилей от администрации города, которые бесплатно перевозят имущество по городу Чебацары. Для тех, кто разместился у родственников, организованы места складирования вещей и мебели на базе водоканала. Те, кто все же принял решение перебраться в общежитие лицея имени Лебедева, вещи могут забрать с собой. В лицее много свободных помещений. В данный момент комнаты выглядят явно нежилыми, но в общежитии начался ремонт. К моменту заселения в каждой комнате будет розетка, освещение. На каждом этаже появятся кухни и стиральные машины. Озвучивали жители и другие проблемы. Убраны, да, дома нет. А вот если придет письмо или извещение, куда, как, кому, где искать? Извещение, значит, надо продумать. Продумаем этот вопрос обязательно. Значит, то, что мы переселяем на гражданскую 54, об этом будет объявление. Значит, что всем жильцам извещение и письма перенаправлять будут на гражданскую 54. Они будут на вахте, и вы все будете получать на вахте корреспонденцию. Для ответов на вопросы собственников и арендаторов организована работа горячей линии с 8 утра до 5 вечера по телефонам 234472, 234473 и 234456. Анастасия Алексеева, Александр Петров, Республика. У мемориального комплекса летчика-космонавта Андриана Николаева в Шоржеллах появился легковой автомобиль Ford Focus. Такой подарок преподнес генеральный директор немецкой компании DAF Ruslan Норберт Рихтер в честь 85-летия со дня рождения Андриана Григорьевича. В конце августа Норберт Рихтер посетил мемориальный комплекс первого чувашского космонавта вместе со своим другом, заместителем председателя общественной организации «Сыны Отечества» Иваном Николаевым. Тогда же было принято решение о покупке автомобиля, ведь музей живет экспонатами, а они порой находятся далеко, так что без машины не обойтись. Господин Рихтер выполнил свое обещание, и уже через месяц в астрономическом зале музея космонавтики прошла торжественная церемония вручения ценного подарка. Это необходимо, потому что у нас в планах реконструкции этого музея, расширения, и руководству и работникам музея этот транспорт очень необходимо. Потому что мы подрастающим поколением должны воспитывать вот на таких примерах, как Андрей Григорьевич Николаев, и он много сделал для республики. Его не только у нас в республике знают или в стране России, весь мир хорошо знает. Передал автомобиль музею представитель компании «ДАФ Руслан» директор самарского филиала Максим Гуляев. Он впервые побывал на Чувашской земле и был искренне поражен тем, как Чувашия хранит память о великом космонавте. Анастасия Алексеева, Андрей Спиридонов, Республика. В минувшие выходные ученики гимназии номер 5 провели ежегодный седьмой туристический слет. Он был необычным. Что интересного подготовили гимназисты. Подробности в нашем сюжете. Туристический слет превратился в увлекательное путешествие по страницам школьной жизни, в котором наряду с рутиной обязательно должно найтись место творчеству. Ребята подготовили целую программу. Одни переоделись настоящих циркачей и разыграли целое представление. Другие вовлекли зрителей в динамику спортивного танца. Третьи состязались в актерском мастерстве. В мире много сказок, грустных и смешных. И прожить на свете нам нельзя без них. Именно на таких встречах рождается гимназистское братство. Ребята приняли клятву участников соревнований. Клянусь! Не нарушать правила соревнований! Не нарушать правила соревнований! И уважать своих соперников, независимо от их возраста и силы. Туристический слет не мог обойтись без спортивных мероприятий. Состоялась массовая зарядка, затем спортивное ориентирование и туристическая полоса. Гимназия как одна большая дружная семья, в которой не бывает победителей и побежденных. Ребята получили массу положительных эмоций и на учебу пошли с отличным настроением. Гимназия! Мы тебя любим! Таким был этот вторник глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. До встречи в эфире уже завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова